Набирают. Опыта и опыт, мне кажется, это самое важное, что должно быть в шпаге, потому как здесь не такие большие скорости, как в сабле или даже в рапире. Здесь нужно больше как-то ловить момент атаки соперника, самой пытаться уйти от атаки или уколоть навстречу. Ну и, конечно же, тот фактор, что здесь горят обоюдные фонари и засчитываются уколы в обе стороны, он тоже усложняет понимание того, что должен делать спортсмен на дорожке. Если он оказался в ситуации, когда нужно догонять, то это нужно какие-то уже вспоминать приемы новые, что-то придумывать, а для этого, несомненно, нужен фехтовальный опыт. Итак, 0-0, начинается поединок, Евгений Витченин судит Солдатова и Жаркова на дорожке. Вот вам блестяще рассказал Денис все перипетии, остается посмотреть, что у нас будет на практике. Вот видите, действительно, спортсменки сразу же начинают с места в карьер и первый укол наносит Солдатова. Ну, исходя из этого, возможно, молодость, соответственно, большая, наверное, резкость, скорость может стать козырем. Для Солдатовой либо Жарковой, смотря, кто из них выйдет в финал в бою с Татьяной Лагуновой. 2-0, здесь, с ним наружу, сейчас Солдатова атаковала, затем навстречу третий укол наносит. Жаркова так немного раздосадована, руками сдернула, попыталась себя взбодрить. Сдали дистанции, и Солдатова не попадает. Просматривая турнирную сетку, обратил внимание, что, конечно, Фортуна, прямо скажем, благоволила к Анастасии и к Евгении. Большинство, во-первых, спортсменов, как я уже говорил, ведущих оказалось в верхней части турнира на таблице. Но даже те, которые оказались вместе с ними, встретились между собой. Так, Татьяна Андрюшина обыграла Дарью Филину в 15-9, затем уступила Виолетте Храпиной. Влада Власова, обладательница Кубка России, встретилась с чемпионкой мира среди юниорок. И недавно попавшая в восьмерку лучших на этапе Кубка мира Дарьи Мартынюк победила в 15-13. Но все-таки им пришлось встретиться с серьезными конкурентками и добиться победы. Жаркова 15-14 обыграла Виолетту Храпину, а Анастасия Солдатова Владу Власову 15-10. Ну и вот сейчас они перед вами на дорожке. Нужно также сказать, что Анастасия Солдатова – это единственная участница финала с двумя поражениями в группе. То есть она очень плохо начала эти соревнования. Как сама призналась, не расфехтовалась просто еще в пулах, но затем собралась. И действительно, да, удача сопутствовала ей. На турнирной сетке. 3-3 равенства сравнивая с Евгением Заркова. Ну а с другой стороны, видите, как разбросала. Может, если бы она потерпела бы одно поражение, она бы попала тоже в верхнюю часть турнирной сетки. Встретилась бы там с Гудковой, Колобовой, Лугуновой на первых стадиях. И неизвестно, как бы еще закончилась эта встреча. А так вот, может, не было бы счастья, да такое несчастье в виде двух поражений. Анастасия несколько помогала. Обоюдные уколы. 4-4. Казалось, что солдата вот так легко начала поединок. Позвала в три укола. Заркова перестроилась. Ну, кстати, обе эти спортсминки выступали недавно на первенстве мира среди юниоров и кадетов. Анастасия в юниорских соревнованиях участвовала, Евгений Кадетских. Так что мы можем отметить, что тоже такая тенденция этого турнира, когда те, кто вернулся не так давно из Пловдива, завоевывают медали. У мужчин в рапире это был Искандер Ахметов, у женщин Аделя Абдрахманова. Ну, а вот здесь сразу две медалистки к нам приехали из Болгарии недавно. Анастасия Солдатова и Евгения Жаркова. Анастасия Солдатова сказала, что призналась в том, что ее выступление в Пловдиве сама характеризовало его как-то не совсем успешно. Где-то переволновалась, где-то была не готова к сопернице. Ну, в общем, недовольна она сама выступлением своим замом. Но сейчас уже точно в призах. Вопрос только... Ну, ей только 17 лет. Ей еще два года пионером выступать, надо не забывать об этом. И, кстати, она, Арзама знает хорошо. Она была здесь чемпионкой России среди кадетов. Выигрывала кадетский корнир. Есть шанс повторить достижения уже во взрослом. Да. Вот хотя мы говорим об опыте, но вспоминая то же самое Татьяну Лагунову, вспомним, что Татьяна свой первый титул выиграла как раз в возрасте 17 лет. Была чемпионкой страны в 98-м году. Она третьего... В общем, как... Немножко так неудобно говорить вроде о возрасте девушки, но... В общем, скажем так, 17 лет ей было тогда. А было это давно. Да. Интересно, конечно же, вот так почти 20 лет назад выиграть первый чемпионат России. Ну, вот все, рассказал, все тайны рассказал. Я хотел умолчать, но Денис выдал. А теперь здесь, уже спустя такое большое время, какие эмоции испытывает Татьяна Лагунова, заходя в финал. Возможно, это такое привычное ощущение, как дышать для нас. Ну, или еще из такого ряда. Но каждая победа дается с трудом, я думаю. Даже на локальных турнирах не бывает легких побед. Ну, вот у нас прошли сообщения в чате. Виктория Шихотч, чтобы выиграла Солдатова. Якобы Жаркова всех раздражает. Ну, честно говоря, странно, чем 17-летняя девушка так успела насолить всем именно. Я думаю, что это просто хейтеры, как сейчас говорят. Такое же поколение, как ровесники Жарковой. Да и мои. Да, видимо. 7-6, вторая трехминутка. И сравнивая четверо с осей Солдатова. Ну, не отпускает никто из спортсменок своего оппонента. Почему, как мне кажется, вот после старта вот такого рывка от Анастасии Солдатовой теперь ведет уже Жаркова. Инициативу жила на себя, но пропустил восьмой. Ну, да, такая несколько более позиционная борьба пошла на дорожке после такого бурного начала. Ну, сейчас Анастасия Солдатова. Здесь я наружу в руку. Несколько кухол, Анастасия. А, вот объяснила нам Виктория, стиль фехтования очень некрасивый для шпаги женской. Ну, сложно сказать. Главный результат. Вы знаете, я помню про Павла Колобкова, когда он фехтовал. Говорили, что его поединки вообще ни на кого не похожи. Тем не менее, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира в личном первенстве. Большего фехтования на шпагах у мужчин не добился никто и никогда. По крайней мере, до сих пор. Ну, конечно, у Анастасии Солдатовой побольше чуточку шансов. 12-8. И она это показывает на практике. Стало хорошо действовать в обороне. На вход. И вот сейчас великолепный защита ответ. Сработало. Вадим, фонарь. 13-8. Ну, мне показалось, что Евгения так уже немножко вабанка пошла, чтобы постараться сократить разрыв. Ну, а не получится. Так уж все, панель пропал. Ну, вышло, что пропал. Вот еще становится 14-8. И, конечно, 7 безответных уколов. Евгения не нанести. Анастасия Солдатова, это значит, что будет московский финал. Да, действительно. Ну, поздравляем все равно Евгению Жаркову. Блестящий результат, бронзовую медаль Чемпионата России в такой компании. Мощнейший. Ну, а мы запишем в протокол победу Анастасии Солдатовой с отсчетом 15-9. И приглашаем вас минут через 10 к экранам увидеть финальный поединок между Татьяной Лагуновой и Анастасией Солдатовой. Продолжение следует... Продолжение следует...